За Павком, то есть без Павкома, без контроля Павкома перевод сотрудников на другие должности, расформировка отделений и так далее, в общем, ряд этих серьезных решений, они не принимаются. То есть Павком за этим очень жестко следит, как я понял. Очень меня, можно сказать, порадовало и удивило, что большая часть, основной части коллективного договора выделено специально пункту по охране труда и здоровья. То есть там всего 80 страниц, и больше ни один пункт не занимает такого объема по основным текстам. То есть лично мое мнение, тут на лицо факт, что работодателям как заинтересованность в стране, у него заинтересованность в том, чтобы работники работали хорошо. То есть если работники будут надрываться, перерабатывать большое количество времени, то это, естественно, пойдет не в плюс работе. Первого контейнерного терминала. Далее, что мне понравилось. Очень хорошо описан путь по организации производства, по исключению занятости. То есть полностью расписывается характер смен, порядок смен. Опять же, если говорить по контролю правкома за исполнением и за составлением договора и по исполнению его, то понравилось опять же пункт, даже в пуске такой элемент, в общем, о недопустимости начальной смены после полной смены и так далее. То есть опять же, возвращаясь к охранникам туда и здоровью, работодателям очень заинтересованы в том, чтобы работники работали хорошо и не стандартно на работе. Так, в целом, честно говоря, прям чего-то такого особенного я не нашел. То есть мне бросилось в глаза, что действительно такое договором ходящее. Ну и какой вывод вы делаете? Ну, я уже озвучил, что данный коллективный договор явно составлен, скорее всего, после каких-то выдвижений требований работников. То есть там явно видно, что работодатель пошел на ряд некоторых уступок по, опять же, по хранению трудной здоровья, по обеспечению зарядности и по оплате труда. Также он, скорее всего, сделал какие-то уступки и, собственно, они там ярко выраживают. То есть там, где некоторые вещи подчеркнуты, можно сказать, повторюсь несколько раз, где явно говорится, что правком следит. Там явно работники добились своего. Работники добились, да. Правком следит, а добились работники. Совершенно верно. Это правильная формировка, конечно. Потому что правком без работников добиться этого никак не может. Хорошо, спасибо. Так, товарищи, у нас сегодня последнее занятие в этом семестре. Консультация у нас 19 января в это же время. А 22 января – экзамен. На экзамене будут два вопроса по вашему выбору. Вы выбираете эти два вопроса. Пишите два листочка. В листочке должно быть то, что вы знаете, а то, что вы не знаете, не должно быть в листочке, как я понимаю. Если вы хотите получить хорошую оценку. Но, как вы понимаете, я могу спросить, прокомментировать, объяснить, пополнить, восполнить и так далее. И если выясняется, что тут у нас некоторые неясности или непонятности, то я, разумеется, могу задать и другие вопросы. Поэтому, когда вы выбираете вопросы, вы должны исходить из того, что вы выбираете те вопросы, которые знаете лучше, чем другие. Но если это единственные, которые вы знаете, то, как вы понимаете, это может кончиться обрывом. Дело в том, что если эти вопросы вы знаете слабо, которые выбрали, поскольку они любимые, то из этого вывод какой, что тогда остальные вообще вы знаете плохо. Поэтому это такая форма приема экзаменов, она такая очень мягкая по виду. Но, на самом деле, она предполагает, что вы сами несете ответственность за то, как вы подготовились и как вы это выбираете. Собственно, ничего тут такого особенно нового нету, потому что, например, тему дипломной работы вы же сами выбираете. Тему кандидатской работы вы сами выбираете. Тему докторской, тем более, сами выбираете люди. Поэтому это, в общем, означает некоторым, что идет переход на другую ступень. Не лотерея, где вас кто-то ловит, а вы должны прийти и показать свои знания. И это задача, которая стоит перед вами. Вот поэтому существуют разные формулировки. Сдавать экзамен или держать экзамен. Вы держать или сдавать будете? А? Сдавать будете. То есть сдали и пошли без сдания. Сдали мне свои знания и ушли. А держать, что означает? Выдержать экзамен. Вы пришли со знаниями, проверили, выдержали. И с этими знаниями пошли дальше. А не так, чтобы эти знания для меня. Эти же знания для вас. Кто учится? Вы или я? Мы учимся. Так что, ну, в данном случае есть там человек марифицированный, который помогает вам оценить. Ну, и это такая редкость, что потом, где вы найдете, попробуйте на Невском кому-нибудь остановить, чтобы он послушал, что вы знаете по конфликтологии. Я думаю, что на вас посмотрят, как на сумасшедшего. Ну, вот тут университет подсуетился и набрал таких людей, которые готовы выслушать все, что вы им говорите. Так что это большая редкость. В отношении того, как будет проходить экзамен, понятно, да? Вот теперь у нас последнее занятие, и мы возвращаемся в результате к началу. Что такое результат? Результат – это развернутое начало. А начало – это неразвитый результат. Мы начинали с чего? С того, что такое политика. Политика – это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. А вот мы сейчас занимались такими вопросами, как коллективный договор, повышение заработной платы, снижение рабочего дня, да, и забастовки. И забастовки на отдельно взятом предприятии. Поэтому я думаю, что если мы ограничиваемся отдельно взятым предприятием, тут еще не вполне мы берем правильный подход. Надо рассмотреть эти же забастовки, взятые не как явление на одном предприятии, как явление в стране, в государстве, в обществе. С этим существует целый даже вид забастовок. Забастовки солидарности. Поскольку, посмотрите, те основные пункты, которые мы выделяли, и вот то, что только что в выслушанном докладе выделялось, что есть такой важный пункт, который вы сразу выделили. Почему? Потому что это только для этого предприятия или для всех? Для этих работников или для всех? Для всего рабочего класса очень ценно охрана здоровья. Я не очень понимаю охрану труда. От кого вы труд собираетесь охранять? От тех, кто хочет вас лишить этого труда? В этом смысле. Охрана труда. Да, в том числе от безработицы. Охрана труда и здоровья. То есть это мера или это требование, которое относится не к данным работникам данного предприятия, а это относится к работникам всех предприятий. И в этом заинтересованы все работники, весь рабочий класс страны. Раз заинтересован весь класс страны, а, следовательно, не только этот класс, но и те работники, интересы которых этот класс выражает, то есть все трудящиеся. Поэтому вопрос о проведении забастовок принимает такой политический характер. Во-первых, имеют место так называемые забастовки солидарности. Они вообще у нас в законодательстве никак не прописаны. Но никто не мешает работникам одного предприятия обратиться к работникам предприятий своей отрасли с предложением и просьбой поддержать их борьбу на одном предприятии и аналогичной борьбой на своих предприятиях, что имеет место и что сейчас очень не развито в России. В других странах, вы можете посмотреть, начинается забастовка вплоть до всеобщих. А в России сейчас бастуют, пока его не задавят превосходящие силы работодатели, которые между собой объединены. А работодатели соединены. Есть союз промышленников-предпринимателей. Вот этот союз, он обговаривает те условия, на которых будут закупать рабочую силу и препятствует тому, чтобы работодатели понижали свои требования. То есть он препятствует тому, чтобы повышали зарплату. Но он не препятствует тому, чтобы с помощью цен реальное содержание зарплаты все время понижалось, понижалось и понижалось. Как? То. За последние три года реальная заработная плата в России понизилась на 10%. То есть 10% зарплаты отняты у работников. У каких? У всех. По данным, которые публиковались в российской газете, средняя заработная плата в 2016 году составляла 92,5% зарплаты 2013 года. Реальные доходы граждан России – 90,5% от реальных доходов 2013 года. Поэтому уместно в связи с приближающимся Новым годом рассказать вам, как поздравляют с Новым годом экономисты. Экономисты и говорят, в следующем году мы будем жить лучше, чем через год. Поскольку мы вот видим уже такую тенденцию. При этом мы знаем, что при нулевых темпах роста, то есть при том, что общественное богатство не выросло, у нас количество долларовых миллионеров выросло на 10%, долларовых миллиардеров на 11%. И некоторое такое абстрактное утверждение, что у нас плохая экономика, неверная. Кому она плохая, а кому очень даже и хорошая. Причем, если вы умеете считать, давайте считать. Вот если, скажем, я у вас сейчас по тысяче рублей возьму, у вас трое сидит, еще там вот два человека, пять, уже пять тысяч. А если я у тысячи человек возьму по тысяче рублей, сколько будет? Миллион. Да всего-то тысяча рублей. Так у нас миллионы же работников. Если у каждого взять по тысяче, то сразу миллионы так и сыпятся. Правильно? Вот пока такая картина складывается, что при общих неуспехах, при том, что у нас слабое машиностроение, станкостроение, что у нас не растет производительность труда, что у нас плохо вкладывается, обновляется наша техника, не направляется на накопление достаточное количество, достаточные объемы прибыли. Вот при этом, при всем, значит, люди богатеют, потому что вот некоторые нормы, которые должен выдерживать, в том числе и капиталистический класс, они нарушены. Они нарушены, поэтому то позитивное, что вообще может дать класс буржуазии, то, что он развивает производительные силы, организовывает производство. Он выходит не организовывать производство, а он собирает, скажем, с падающего производства все, что можно еще собрать. Вот в этом плане становится совершенно понятным, что основные требования, которые проявляют работники, не специфичны. Но чего тут специфического в требовании сократить рабочий день на два часа? Какова история борьбы за сокращение рабочего дня? В России в XIX веке рабочий день был неограничен и составлял 14-16 часов в день. Пока не начались мощные стачки, забастовки, и после Морозовской стачки в 1897 году царское правительство законодательно впервые установило максимальную продолжительность рабочего дня в России. Сколько? Не надо очернять деятельность царского правительства. Не 19, а 11,5. Приукрашивать не надо, но и очернять не надо. И там есть оно, за что его критиковать. 11,5 часов. И этот вот размер рабочего дня, он продержался до, будем считать, февраля 1917 года. После февраля 1917 года. За счёт чего и каким путём сокращался рабочий день? Царское правительство приняло решение о сокращении... Простите, временное правительство принимало решение о сокращении рабочего дня? Нет. А рабочий день стал сокращаться? Да. То есть сокращался он очень просто. Товарищи рабочие, сознательные, без всяких разных забастовок, без всяких конфликтов. Вот они 8 часов отработали, одели кепки и пошли домой. И так каждая смена. И явочным порядком в России, уже начиная с февраля, стал устанавливаться рабочий день, 8-мичасовой, с которым мы сейчас и живём. Он сейчас как, увеличивается или уменьшается? Увеличивается фактически. Увеличивается он фактически. Во-первых, он увеличивается за счёт сверхурочных работ, которые не контролируются, и объёмы их, и нормы, которые заложены в Трудовом кодексе, не соблюдаются. Какие нормы заложены в Трудовом кодексе? Что сверхурочная работа, возможно, в количестве... Сколько часов в год? Вот тут уважаемые конфликтологи, уже магистры, они сейчас не скажут нам, сколько можно работать сверхурочно. Поэтому они не заметят тех нарушений, которые при них будут наблюдаться или происходить. И никак не среагируют. Ну, работают люди, пусть работают, значит, им нравится. 120 часов в год. Вот товарищи начали искать и нашли. Второе, значит, в течение одного дня не могут быть сверхурочные часы. В течение двух дней не могут быть более сверхурочные часы, чем 4 часа. В течение двух дней. Соблюдается у нас это? Нет. Ни первое не соблюдается, ни второе. Я вот однажды ехал в качестве водителя, был товарищ, который работал на вот этой вышке, которая сейчас в лахтоцентре строится. Ну, они по 12 часов работают каждый день. А раз они работают каждый день по 12 часов, то вот это требование 4 часа в течение двух дней не соблюдается, нарушается каждые два дня. Потому что первый день, вот они работают, уже 4 часа выработаны. Они не 8 же часов работают, а 12. Значит, второй день, чтобы соблюсти это требование, не больше 4 часов в течение двух дней, надо работать строго 8 часов, никаких сверхурочных. То есть 10, то есть 12 плюс 8. 12, 8. А, они работают. 12, 12, 12, 12. Так, оплата. Как оплачиваются сверхурочные часы по закону? Вот у нас тут сидят специалисты, они сейчас скажут. Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, остальные двойном. Соблюдается это? Сплошь и рядом не соблюдается. Дескать, сколько хотите, столько и зарабатываете. Маленькая у вас зарплата, работайте больше. Вы, скажем, если вы работаете 8 часов, и у вас зарплата 20 тысяч, хотите 40 тысяч получать, работаете 16 часов. В чем проблема? Тут даже подсуетилась международная организация труда, МОД, которая выступила с инициативой, что надо сократить рабочую неделю. Ну, можно было подумать, что они предлагают сократить и рабочий день, и рабочее время. Нет, они просто предлагают сгруппировать в 4 дня то, что у нас в 5 дней. Тогда спрашиваются, а почему бы не сгруппировать все вот эти, все наше рабочее время в течение одного дня? Вот смотрите, у нас по 8 часов, да? 5 дней, это 40 часов. Ну, в течение одного дня не получается. А в течение двух суток спокойно. 48 получается, да? 24 и 24, 48. Ну вот, в течение двух дней вы работаете, вырабатываете всю недельную норму, спите по 4 часа в сутки, как раз получается. 20 часов работаешь, 4 часа отдыхаешь. И второй день 20 часов работаешь, 4 часа отдыхаешь. А потом хорошо живешь и быстро умираешь. Все прекрасно понимают, что поскольку тут нет никакой охраны труда и здоровья, то мучиться вы будете недолго. Поэтому, надо сказать, дружно профсоюзы и трудовые коллективы отвергли эту прекрасную инициативу и предпочитают работать 5 часов в неделю, а не 2, и не 4, и не 2, и не 3. Так вот, законодательное установление 8-часового рабочего дня произошло только в октябре 17-го года декретом советского правительства. Вот с этого момента появился законодательно установленный 8-часовой рабочий день. Потом в 1927 году состоялся переход на 7-часовой, а в связи с подготовкой к войне Великой Отечественной мы попали в такую ситуацию, что волей-неволей вынуждены были, хотя некоторые деятели говорят, что Советский Союз не готовился к войне, он не знал, что Гитлер будет воевать. Вся страна перешла с 7-часового на 8-часовой рабочий день, и понятно, что это было связано с тем, что выпускались новые танки, пушки, самолеты, то, что необходимо было для победы. Во время войны, как показывает опыт исторический, никому не удается заново какие-то освоить виды новой техники. за редчайшим исключением. Поэтому то, что сделано до войны, то потом только разворачивается там серия. Вот у нас разворачивалось производство танков Т-34, самолетов Ил-2 и так далее. Но вот пушки соответствующие, которые на танке стояли, и пушки системы, грабили, грабили и так далее. Ну и мы развернули за войну в гораздо больших объемах, чем это имелось у гитлеровской Германии, со всеми странами Европы, которые на нее работали. Потому что Чехословакия делали, как известно, башни для танков немецких, во Франции работала, и Румыния, и Болгария, и Венгрия, и Польша, и все они работали на победу гитлеровской Германии. И все они проиграли вместе с гитлеровской Германией, потому что по объемам производства вооружения Советский Союз их превзошел. Ну, поэтому говорить о сокращении рабочего времени во время войны, как вы понимаете, было невозможно, поскольку дальше необходимо было восстановить народное хозяйство тоже, а потом начались всякие фокусы, начиная с горбачевских времен, когда вместо сокращения рабочего дня стали сокращать рабочую неделю. Вот политическое значение этого, я думаю, что надо иметь в виду, какое политическое значение. Если у человека сокращается рабочий день, у него появляется время для профсоюзной работы, для партийной работы, для политической деятельности, для учебы. А что происходило вот в этот период, когда от шестидневки перешли к пятидневке? Ну, сначала еще перешли, как вы помните, с черными субботами. Вдруг решило государство, чтобы не отдавать же этот самый лишний час, и собирали этот час, и когда он накопится, то работали черную субботу уже, а на выходной день не выходили. Но на что было направлено? И направление было взято. Вот осваиваете, там есть еще у нас болото, топи, вот поезжайте, там делаете участки, выращиваете, на них помидоры, картошку, там, где там, где ничего не растет, и там, где очень тяжелые условия. И вот, если бы вы пришли в это время на Кировский завод, а у меня и сестра, и ее муж работали на Кировском заводе, вот приходишь, после каждого субботы и воскресенья там висят некрологи. Одни надорвались, другие убиты, потому что они легли в палатку спать, а сосед продолжал там убирать деревья, дерево упало и ударило по этой самой палатке, и нету ни палатки, ни тех, кто не их спал, и так далее. Ну, а люди-то ведь не очень здоровые. Потом, если вы возьмете в истории крестьянских хозяйств, что все ставили дома, коллектив, но сначала отдельно он обрабатывает бревна, подбирает очень долго, а постановка дома это было дело уже коллектива, когда подходили и собирали. А здесь, значит, они один-два, вдвоем, втроем пытаются поставить, упало бревно, ударило по ноге, ну, и будет теперь всю жизнь хромать и так далее. Короче говоря, пока сидели товарищи на участках, в это время приватизировали их предприятия. И какой роли тут коллективы в том, чтобы этому помешать, не играли. Правда, на Кировском заводе, на конференции выступил товарищ Овчинников и предложил не приватизировать Кировский завод. И конференция проголосовала поддержку. То есть Кировский завод выступил против приватизации Кировского завода на конференции. Что сделал работодатель? Ротодатель, ну, со своей точки зрения, пошел правильным путем. Он отправил в отпуска на эти самые участки, на Мшинске, в болото, этот весь свой трудовой коллектив. И когда закончился месяц, еще предоставили оплаченный месяц. Еще. А потом еще оплаченный отпуск. И когда уже после, ну, в это время юридический завод же существовал, функционировал как юридическое лицо, и когда пришли работники после того, как они загорали хорошо на огородах, значит, картошку копали, сажали, все, пришли, а уже Кировский завод приватизирован. У нас что такое сейчас Кировский завод? Это холдинг. Что такое холдинг? От слова холд держать. А что держать? А вот кто держит в руках пакет акций. Акции самые разные. Там этот пакет состоит из таких, из таких, из таких собственников. Есть руководство этого холдинга, оно как бы координирует деятельность предприятия. Там есть тракторное производство, Петербургский тракторный завод, это отдельное предприятие. Есть там военное производство, раньше это было КБ-3, как бы танковое. Танков не выпускают, но отремонтировать может. И оно тоже как бы существует отдельно. И вообще на Кировском заводе что только не делают. можно там и это, и этим, и этим заниматься. Вот. Та часть, которая была, неотъемлемая бы часть Кировского завода, тихвинское производство, которое примерно создавали 70% трудоемкости составляли в производстве продукции. Вот эти тихвинские производства, теперь там вагоностроительный завод, это тоже отдельное предприятие и так далее. И как бы этого предприятия нет, и Кировский завод по численности теперь в пять раз меньше имеет численность, чем было. Было 35 тысяч, а сейчас всем. То есть тут никаких не было переговоров, никаких особенных конфликтов, как вы видите. Вы могли выбрать форму приватизации, сами эти предложения, выбрать форму приватизации, они без конфликта. Как бы я вам без конфликтов предлагаю, выбирайте вас повесить, расстрелять или утопить. Но вы сами выбираете, я это не касаюсь. Так и здесь было три разные формы приватизации, результат один и тот же, что из ваших рук, из общегосударственных рук уплывает это предприятие, и предприятия эти уходили. Не говоря уже о том, что были так называемые залоговые акционы. Я не знаю, знаете вы, что это такое или нет. Вот товарищ Ельцин, которому сделал Ельцин-центр за его великие заслуги. Он вдруг выходит и говорит, куда делись 800 миллиардов? Не знаю. Дайте денег. И вот сидит банкир вот в синей рубашке. Слушай, дай денег, миллион. Вот он говорит, я просто так деньги не даю. А я просто так не продаю. Под залог вот этого предприятия. А предприятие стоит миллиард. Ну дайте три миллиона. Только я деньги не отдам. Ну ты говоришь, ну дам, а что? Ну тогда я заберу завод. Да, забирай. И вот вроде как все тут по закону, да, под залог завода государственного дали, дал банкир деньги Ельцину, как президенту. А Ельцин не отдал. Тогда банкир по-честному забрал завод, который стоит миллиард. И в итоге все свелось к тому, что он как бы приобрел завод стоимостью миллиард по цене в один F3 миллион. И это вот так называемые залоговые аукционы. Другое дело еще это та операция, которую совершал гражданин Чубайс, который зарекомендовал себя человеком, который лучше всех в России может потратить государственные деньги. Поэтому ему и нано компанию дали. Потому что деньги выделяются большие, и надо их истратить. А результат раскрытия, что сделали они? Ну, там они клепают подложку для светодиодных ламп. И все, что про них известно. Больше ничего такого хорошего узнать невозможно. И банкеты мощно устраиваются и с лечиями. Это вот у них получается хорошо. И вот на фоне того, что мы наблюдаем, спрашивается, а что говорит история рабочего движения России, как должны действовать рабочие, чтобы не получилось такого ущемления их коренных интересов. Вот история России говорит о том, что еще в начале XIX века рабочие России не просто бастовали за улучшение условий на отдельных предприятиях, а пытались координировать свои действия с другими предприятиями, в том числе других отраслей. Известно нам с вами, что в 1905 году ивановские рабочие в ходе мощных забастовок решили из представителей забасткомов, из представителей бастующих предприятий создать единый Иваново-Вознесенский совет. Это не орган предприятия. Это какой орган? Территориальный или производственный? Территориальный. То есть это территориальный орган, в который направляются представители от заводских единиц. и вот этот орган называется совет, и Ивановский совет соединил все ключевые предприятия города Иваново-Вознесенска, и теперь уже не руководство города, а Ивановский совет решал, а что тут будет, где производиться, где не производиться, вот как мы с вами рассматривали во время забастовки на одном предприятии, кто решает? забастовочный комитет. Так и здесь, нужно напечатать губернатору какое-то воззвание или приказ или указание, а он обращаться куда должен? Ивановский совет. Ивановский совет рассмотрит эту просьбу, если она не противоречит интересам трудящихся города Иваново, так надо это воззвание напечатать, он дает не препятствовать, можете отдавать в типографию, и типография будет печатать. А если Ивановский совет скажет не печатать, то и не будет печатать. Потому что если забастовочная ситуация, то забастовочная ситуация решает все дела забастовочный комитет. Понятно, что тогда ни интернета не было, ни таких широко использованных не были газеты, и у реки Талки собирались рабочие кружками, потому что и микрофонов не было, поэтому как бы громко не говорили те люди, которые выступали на этих мероприятиях, и как бы они не тренировались громко говорить, все равно на всех не скажешь. Поэтому кружками такими собирались представители одного предприятия, второго, третьего, и потом люди от одного кружка передавали в другой кружок. И так постепенно и голосовали по этим самым кружкам, которые представляют эти самые рабочие заводы, которые участвовали. В итоге Иваново-Вознесенские рабочие открыли новый орган власти, совет. Такие советы были созданы в 17 городах России, и в 17 городах России они представляли собой реальную силу. И поэтому получилось, что кажется, что мы с вами все рассматривали, рассматривали экономические вопросы, и вдруг раз, как только представитель Забоскомов соединяется, то орган становится из экономического уже политическим, потому что он становится органом класса, а не просто органом рабочего самоуправления. Сплошь и рядом люди путают, какие заводские советы трудовых коллективов или советы рабочих заводские, это никакие, это органы рабочего самоуправления, и все. Они никак не влияют на представителей других классов, других сословий и так далее. А если вы возьмете совет городской, то это уже территориальный орган, построенный по представительству от фабрик и заводов, от заводских коллективов и фабричных, и он представляет собой образ и прообраз власти государственной. В Москве в 1905 году, как вы знаете, было декабрьское вооруженное восстание с требованием долой самодержавия, и в результате этого восстания, которое было поддержано активно некоторыми капиталистами, в том числе такими, которые вооружали рабочих и деньги давали на деятельность этого совета, поскольку они боролись некоторые капиталисты, все-таки цели, вполне буржуазные цели ликвидации самодержавия отставили. В итоге вот этой борьбы московского рабочего класса, который начал вот с объединения забастовочных комитетов, а потом потребовал ликвидации самодержавия, у нас появилась Дума. Поэтому кто подарил Думу российской буржуазии? Российская буржуазия выбила Думу у царя, или рабочий класс выбил Думу для буржуазей? Ну, второе. Рабочий класс выбил Думу, причем рисковали, пожертвовали многие рабочие в Москве за то, чтобы в России появился парламент. Сначала Булыгинская Дума, потом она так оформилась в такой российский парламент, и тем самым вот абсолютного самодержавия уже после 1905 года уже не было, почему и говорят, что три русских революции, не две, которые мы праздновали, а три революции пятого года и две революции семнадцатого года, две буржуазных революции, пятого и февральская семнадцатого, и одна социалистическая. И вот, когда появилась уже Дума, то именно потому, что ее, эту Думу пробили рабочие, то даже царь установил, что в этой его Думе должны быть представители рабочих и представители крестьян. Обратите внимание, нам так не жить сейчас, у нас такого нет. у нас есть рабочие в Думе. Зачем мы их в Думе? Они есть на заводах. А в Думе рабочие, ну, если строго говорить, то вообще по списку Единой России несколько рабочих там прошли. есть. Под народный фронт нет? Нет, прямо по списку Единой России. Все равно народный фронт не представляется в политической партии, но все равно по списку Единой России. По списку Единой России несколько рабочих прошли. А вот насчет того, чтобы раньше были рабочие по списку КПРФ, я даже знаю товарищи Корсакова, член Совета рабочих Москвы, он по списку КПРФ в свое время проходил, и он выдвигал в Думе проект трудового кодекса Фонда Рабочая Академия. В последнее время товарищи имеют там очень большие списки, очень уважаемых граждан, но среди них рабочих по списку КПРФ не усматривается. Вам известно это, что там есть такие рабочие? Неизвестно. Шандыбин был такой рабочий, если вы помните, из Брянска. Потом он, правда, уже на излете к чему-то попал уже не в комитет по социально-трудовым отношениям, не комитет по труду и социальной политике, а по экономике и финансам. Видимо, какие-то его другие оборевали уже чувства. Поэтому, что я к нему лично обращался с просьбой выдвинуть проект Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии. Потом, потом, потом и убежал бегом, скрывался даже. Короче говоря, в Царскую Думу избирались рабочие и крестьяне. Специально рабочая куря имелась и крестьянская. Места выделены для представителей, потому что, как бы, власть, хотя и неравные представительства, но хоть какое-то представительство надежное было. И вы знаете, что большевики все места, какие были выделены для рабочих, все они выиграли. То есть, они не шли от партии, а просто большевики организовали кампанию, чтобы эти самые рабочие в Думу попали. И эти места завоевали. Поэтому большевистские депутаты присутствовали как депутаты рабочие, и они выполняли очень важную функцию. Например, если нужно было быть главным редактором газеты, которая печатает то, что запрещено, а поскольку в Думе неприкосновенность есть, то вот думского депутата его же нельзя посадить. Хотя, когда наступило военное время, и когда депутаты большевистские проголосовали против военных кредитов, поскольку партия стояла на том, что мы за поражение правительства России в империалистической войне, то есть выполняла те решения, которые были приняты и согласованы всеми социал-демократическими партиями всех стран. И вот это решение выполнили только большевики и товарищ Липкнец в Германии, потому что подняв руку вот так против военных кредитов, он пошел в тюрьму. А те, кто не подняли руку, те пошли в правительство. И с того времени все социал-демократы и социалисты являются предателями дела рабочего класса, как известно. И вот они всякие разные социализмы делают, в которых есть меньшее различие между капиталистами и рабочими в меньшее количество раз, но сохраняется прибавочная стоимость и частная собственность и эксплуатация, но не такая злобная, как в нашей России, где соотношение числа соотношения доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных, то есть десильный коэффициент исчисляется с величиной в 32. Тогда как если вы возьмете страны Скандинавии 3,5, в Европе 5,7, в Америке в Соединенных Штатах сколько? 9. И вот Нигматуллин, Роберт, директор института океанологии, который у нас был на днях философии в Петербурге и выступал у нас здесь, и который эти расчеты сделал, он говорит, что официально считается 16 у нас, но на самом деле 32. И он сделал другие расчеты, есть у него такая книжечка «13 теорем», что если вот из верхней части самых богатых перекинуть доходы часть, незначительную часть вниз, то у нас получится 9, так же, как в Соединенных Штатах Америки. Но вот на это никто пока не поднимается. Какой вывод мы из этого можем сделать? Из этого можем сделать вывод, что вот от этих, через эти самые забастовки, если они превращаются в забастовки солидарности и координируются в масштабах страны, прямая дорога к политической борьбе и к изменению политического строя. Ни через митинги, ни через собрания и выступления, и призывы, ни через флажки, ни через шарфы, на которых написано народовластие, с которыми ходит КПРФ, очень красивые. Вот КПСС умерла с флажками народовластия, поскольку она выступила против диктатуры политриата в речи Хрущева на 22-м съезде и народное государство, про которое еще Энгельс говорил, что это соединение слова народ со словом государство и это жареный лед. Либо оно уже народное, тогда оно не государство, поскольку государство это классовый орган. А если оно не народное, тогда оно классовое, тогда это государство орган какого-то класса, то есть нельзя соединять слово народ со словом государство. Когда все станет народным, не будет государства, а пока нет уничтожения классов, имеется государство одного класса, и это государство является органом диктатуры этого класса. Это так сказать азбука теории государства. Дальнейшие события, которые произошли в России уже в 1917 году, подтвердили, что этот опыт 1905 года был как бы опытом предварительным. И даже эти люди, которые участвовали в создании Советов 1905 года, приняли участие в создании Советов в 1917 году. Причем эти органы были созданы рабочим классом, на волне забастовочного движения 1917 года, явочным порядком и достаточно быстро. Причем, поскольку в это время большевистская партия преследовалась, ее лидеры были или за рубежом, или в ссылке, там, скажем, Ленин был в Швейцарии, Сталин был, как известно, в ссылке, и только вот он повернулся где-то в 1912 году. И надо сказать, что создание Советов было делом не рук партии большевиков. Даже более того, если вы помните первый съезд Советов, который проходил на территории нынешнего государственного, Санкт-Петербургского государственного университета, если вы возьмете кадетскую линию, на ней находится то здание, где состоялся первый съезд Советов. Теперь это здание как здание Академии Тыла и Транспорта передано Санкт-Петербургского университета, и вы можете изнутри со своим пропуском пройти и дойти до этого здания. Там ремонт, пока оно не функционирует. То есть как бы у нас оно уже здание. Все уже в порядке. Зал для первого съезда Советов уже и бейется. Вот в этом зале собрался первый съезд Советов. Ну и как там большевики в каком были состоянии, в большинстве или в меньшинстве? В меньшинстве. В меньшинстве ну и там состоялось так сказать известное обсуждение вопроса о том какая партия может взять власть. Меньшевик Церетели, который вел съезд Советов, что у нас нет партии, которая бы могла взять власть в России. А Ленин, который не сидел впереди, поднял руку и сказал есть такая партия. И вот после этого надо сказать эта линия стала называться съездовской. А после того, как сменился снова общественно и строй на буржуазной, она снова стала кадетской. Вот такая картина. В чём особенность вот этих органов? Раз эти органы создаются по инициативе коллективов, по инициативе предприятий, то в них соблюдается вот та норма демократии, которая не соблюдается ни в одном буржуазном парламенте. Там обеспечена лёгкость отзыва или отзыва депутатов. Отзывы депутатов. Для того, чтобы отозвать депутата, что нужно делать? Собрать собрание или конференцию и сказать, так, вместо Иванова пойдёт Петров. То есть Совет состоит не из каких-то конкретных лиц, а из представителей предприятий. Вот сегодня вы представляете, потом завтра вам стало тяжело, вы устали, потом вы будете, потом я пойду и так далее. То есть представители могут меняться, и для этого не надо собирать какие-то особенные, выбирать какие-то красные дни, объявлять всенародные выборы. Эти выборы могут идти постоянно. Причём депутаты должны перед своими избирателями отчитываться, есть перед кем отчитываться, потому что их направил конкретный коллектив. Это могут быть не члены этого коллектива. Есть такой фильм «Депутат Балтики». Он как раз рассказывает о том, что депутатом от матросов в Балтике был прообраз этого человека Тимиряев. Но был интеллигент, учёный. Учёный как представитель коллектива. В какой-то мере в 89-м году у нас такие явления были в России. Во-первых, у нас были шахтёрские забастовки и создание рабочих комитетов, в том числе в Прокопьевске одним из создателей был Аволианий, Тимур Раз Георгиевич. И можно сказать, что и в Ленинграде, например, когда были выборы по НТИ избирательному округу, то кандидатов на этих выборах формировали от производственных коллективов. Поскольку я в то время был как раз одним из таких кандидатов вместе с товарищем Пыжовым с Адмиралтейского завода рабочим и Красавиным рабочим завода «Русский дизель», который увезли во все Ленинградской области, а потом уничтожили, сделав на этом месте кирпичный завод. А на месте, вернее, на место кирпичного завода увезли «Русский дизель», а на место «Русский дизель» привезли американский завод «Форд». И на самом деле окончательно уничтожили «Русский дизель». А теперь мы, значит, спрашиваем, где нам достать дизели. Вот, скажем, выдвижение, я говорю о том, от кого я был выдвинут. Я был выдвинут от коллектива морского торгового порта, порта на конференции, на конференции телевизионного завода Эльми Казицкого на Васильевском острове, НПО «Буревестник» и канатной фабрики «Нева» на Петровской косе. А также я был кандидатом от танкового производства кировского завода КБ-3, но на конференции кировского завода был избран кандидатом другой человек, который выступал на радио «Свобода» и, так сказать, с другими идеями и другими взглядами. Так что такой какой-то гарантии сами по себе коллективы еще не левят, но они дают возможность отзывать и ставить других. Поэтому демократия состоит не в том, чтобы избрать, потому что избирает, потому что обещают, а отзывают, потому что делают. Поэтому если я наобещал много ничего не сделал или красиво говорю, не заикаюсь, а другой заикается, но делает, то меня отзовут, а того товарища оставят. Поэтому благодаря вот этой практике отзыва в советах можно было советы меньшевистские превратить в советы большевистские. И это могла сделать партия, которая тесно связана с рабочими и работает в них. так получилось, что уже после Корниловского мятежа, который выступил вообще против революции, то есть даже против буршуатной революции за восстановление царизма в России, и Временное правительство обратилось к большевикам с просьбой защитить завоевание революции. И тогда уже матросы Савроры приходили и защищали, между прочим, Зимний дворец. Поэтому они хорошо знают, где туда входить, куда входить, где находится Временное правительство. Поэтому им там не надо было разыскивать и бежать куда-то вместе со всеми в ту дверь, где был вход в большой госпиталь, который там был развернут. Большевики добились того, что совет Петроградского гарнизона стал большевистским. А это значит, что на стороне большевиков была очень большая военная сила. Войска Северного фронта тоже были. Выбрали себе совет большевистский. И поэтому, если взять Петроградский совет, он был большевистским, Московский совет, он был большевистским. Образовался такой мощный ударный кулак, по поводу которого Ленин говорил, что вот есть такая у него работа, которую я всем очень рекомендую, для тех, кто изучает эти политические вопросы и вопросы превращения в вопросов стачечных, экономических, в вопросов политических, даже революционных. Эта работа называется «Выборы в учредительные собрания и диктатура пролетариата», том 40-й, полное собрание сочинений. Там Ленин ставит такой вопрос, как такое чудо произошло, что большевики, которые заняли второе место на выборах в учредительные собрания, получили потом подавляющее влияние, преобладающее влияние в ключевых советах, в ключевых советах, да, в московском, в петроградском, в войсках Северного фронта и взяли власть. И наоборот. А те партии, которые получили большинство на выборах в учредительные собрания, так и растворились в итоге и исчезли с политической сцены, в конце концов. И вот главное тут, что было, это то, что большевики организовывали отзыв одних депутатов и направлений других. То есть советы, это органы подвижные. Они были меньшевистскими и эсеровскими, а стали большевистскими. И не потому, что это стали другие органы по устройству. Устройство было такое, что как, чего захотят избиратели. А избиратели сконцентрированы на фабрике и заводах, то и будет. И вот эти избиратели избрали другие советы и встал такой вопрос, так что делать? Все равно тем самым вопрос встал о большинстве и меньшинстве. Там в этой статье Ленин пишет, что надо понимать, что можно взять власть, но чтобы ее удержать, надо на своей стороне иметь громадное большинство народа. Как буржуазия обеспечивает большинство народа? Потому что буржуазия имеет в своих руках все рычаги государственной власти, имеет в своих руках средства для того, чтобы издавать газеты, то есть имеет в своих руках все определители воли избирателей. Поэтому наивными являются представления, что можно при господстве буржуазии получить на выборах большинство. Никогда представители рабочего класса большинство на выборах не получали и получать не могут. и несмотря на то, что вся история развития мировая это абсолютно подтверждает, нет такого примера, чтобы на выборах пришла власть рабочего класса. Тем не менее, наивные люди думают каждый раз, или, скажем, такие наивные взгляды распространяет КПРФ, вот мы сейчас проведем выборную кампанию, предложим Геннадию Андреевичу Зюганова, мы будем ходить с красными флагами и с красными шарфами, на которых вопреки марксизму написано народовластие, и получим мы большинство. Ну вот Ленин разъяснял, что большинство на выборах получает, как правило, в буржуазном обществе буржуазные партии. Почему? Потому что общественное бытие определяет общественное сознание. Какой у нас общественное бытие? Общественное бытие у нас было тогда и у нас сейчас есть какое? Буржуазное. Значит, сознание в обществе преобладает какое? Буржуазное. А если выборы будут честными, то значит, по-честному победить должна буржуазия. Если нечестными, я не знаю, что будет. А вот если по-честному, ну раз люди голосуют в соответствии со своим сознанием, правда, то если люди придут и проголосуют, то они выберут буржуазные партии. Без всякого исключения. Иногда в качестве некоторого исключения рассматривают события в Чили. Дескать, вот в Чили социалистическая партия пришла к власти путем в парламенте. Причинство в парламенте получило на выборах. А Ленде ее возглавлял. А он стал президентом. не является ли это примером, исключающим вот то, о чем я говорил? Не является. Во-первых, социалистическая партия – это не коммунистическая партия. Коммунистическая партия не пришла там путем выборов к большинству парламента. А чем отличаются социалисты от коммунистов? Те социалисты – это предатели дела коммунизма и враги рабочего класса. Что было зафиксировано в 1914 году, когда социалистические партии социал-демократические проголосовали за военные кредиты и устроили бойню народов и несут за это ответственность. Поэтому социал-демократов Ленин рассматривал как последний якорь буржуазии, как наиболее удобные партии для околпачивания и одурачивания народа, потому что они говорят о социализме, а продвигают капитализм. В частности, гражданин Альенде у нас выступил с большой статьей в газете «За рубежом». Такая была газета, многостраничная, журнал «За рубежом», но в виде такой многостраничной газеты. И красным было написано «Альенде социализм без диктатуры пролетариата». А вот те, кто рассматривает социализм без диктатуры пролетариата, конечно, они противники коммунизма и противники пролетариата. Вот это примерно то же самое, что Хрущев, который «Социализм без диктатуры пролетариата». Или Горбачёв, или Ельцин. Это всё из одной и той же компании людей. И вот, получив большинство в парламенте, социалистическая партия в Чили стала осуществлять какую революцию? Она стала отбирать земли у помещиков. Это какая задача? Какой революции? Буржуазной или социалистической? Отбирать земли у помещиков? Буржуазной. Буржуазной. А у Маркса даже есть такое положение в «Капитале» очень глубокое, что национализация земли способствует развитию капитализма. Почему? Ну, потому что помещики, они собирали же дань, они брали земельную ренту, а земельная рента – это реализация, экономическая форма реализации собственности на землю. А если национализируется земля, то капиталисты могут бесплатно получать землю и везти на ней своё производство. А иначе им приходится в издержке производства закладывать ренту этим самым паразитам, помещикам, которые ничего не делают, а, пользуясь тем, что они собственники, получают вот эту самую ренту. Поэтому, как только капиталисты от этой ренты освобождаются, сразу цена понижается. А цена понижается, быстрее развивается капитализм. Поэтому ничего такого социалистического в национализации земли нет. И это мера бурвуазная. И вот пока Альенда эту меру осуществлял, отбирал у помещиков землю, его терпели. Кто его терпел? Ну, другие звенья государственного аппарата. Самым главным звеном государственного аппарата что является? Президент правительства. Кто? Вы же сами сказали, что это машина насилия. А насилие кто осуществляет? Правящий класс. Правящий класс – это общий разговор. Конкретно, кто осуществляет насилие в государстве? Силовые службы. А? Силовые службы. Ну, какие силовые службы? Назовите, что за службы силовые? Да это мелочь. Мелочь это всё. Армия – самая главная сила. Армия. Что-нибудь сравнительно с армией есть? Какая-то сила больше? Если армия займёт позицию, то всё. Поэтому армию, если надо, они берут. Власть очень легко. Ну, если армия буржуазная, она буржуазной власти возьмёт. Она же не будет брать другую. Поэтому сидел, тот же самый пеночет и наблюдал, как Альенда проводит национализацию интересов буржуазии. Когда он тут дело закончил, дальше дали по шапке этому самому Альенду. Альенда бегал один в президентском дворце и, значит, стрелял из автомата. Его тут же убили. На стадионе расправились с остальными, так сказать, сторонниками Альенды и учинили фашизм чилийский. Да? Поэтому такие вот люди, как Альенда, они прокладывают дорогу к фашизму. Вот показывает, что исторический и политический опыт. И мы должны это понимать. Поэтому, если кто не хочет, чтобы его, сказать, в стороне был фашизм, он не должен, сказать, ловиться на таких пустых лозунгах, вроде как, вот нас на выборах изберут. А вы можете остановить вот эти силовые структуры, которые сейчас возьмут и какой-нибудь газ пустят, который предусматривал Ельцин, в случае чего, если не так проголосует дома, то ее и не будет. В чем проблема-то? Ну, если стреляли из танков у нас по высшему органу государственной власти. Скажите, пожалуйста, кто выше был? Ельцин, президент, или, с точки зрения формальной, или Верховный Совет? Верховный Совет. Верховный Совет законы принимает. А что выше, законы или указы президента? Законы. Законы. И Конституционный суд во главе с нынешним председателем Зорькиным, он потом пропал, председатель, а потом при Путине снова его назначили. И вот Конституционный суд признал неконституционными законы, указы, которые сдал Ельцин. И что тогда сделал Ельцин? Подогнал танки и стал стрелять из танков. А как называется стрельба по высшему органу демократии? Что это такое? Какое действие? И это террористическая диктатура. А террористическая диктатура, это в данном случае, которая в интересах наиболее шовинистических, наиболее реакционных кругов финансового капитала, в данном случае американский капитал выступал в этой роли, потому что, как вы помните, при Ельцине и с лёгкой руки Ельцина на всех наших оборонных заводах стояли столики, а на этих столиках сидели американские специалисты в самых секретных местах, куда вас ни за что не допустят и меня. Там сидели американские, так сказать, соответствующие представители спецслужб, и американский флаг стоял. Об этом Путина рассказал недавно вся Мэнни, когда он был, поскольку он это знает, и вот мы это узнали с некоторыми некоторыми подробностями. И то, что в каждом министерстве сидели соответствующие представители при Ельцине, представители Соединённых Садов Америки и определяли, что нам делать, позволяет нам не удивляться, что у нас упало производство вдвое. И задача была... Почему он об этом раньше не сказал? 17 лет молчал, 18-е вдруг сказал. Может, и выдумал? А вы не требуете от представителей буржуазии, чтобы они делали так много. Он сделал как представитель буржуазии. Он даже вам это сказал. А мог бы и не сказать? Вы что, его как коммуниста рассматриваете, что ли, Путина? Он же не коммунист, он же не присягал коммунист. Вы можете сказать, почему Зюганов об этом не говорил? Это я понимаю. А почему Путин об этом не говорил? А почему он должен... А где вообще он в такой службе был, где вообще много не говорят? Им вообще учат меньше разговаривать там в этой службе. Вы же его можете оценить, что только при Путине стало изменяться положение и стали отдельные республики снова соединяться в единую Россию. А то у нас ведь получился, что некий есть договор федеративный, что якобы Смоленск, когда-то с Воронежем договорились входить в одну федерацию. А когда они, интересно, договорились об этом? Федеративный договор Шмоленская область, Тобовская область, Курская область, Волгоградская область и уже конституционные, уставные суды. Два правительства здесь у нас, два правительства в одной стране. У нас только на одной площади пролетарской диктатуры находятся два правительства Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Может такое быть? Два правительства. Это же были органы, так сказать, исполнительные комитеты. Это никакие не правительства. А что мы, два закона может быть? Три закона? Десять законов. Сейчас при Путине закончилось действие договора между Россией и Татарстаном. А что Татарстан? У вас есть договор с желудком? Есть? Нет? А почему? А вот почему-то у России был договор с частью России. Как может быть? Договор у России с частью России может быть такой в едином государстве? Нет, конечно. Есть союзные республики, республики. Да, они были союзные республики. Они находились в союзе. Если союзные договоры денонсировать, они становятся самостоятельными. Ну а дальше-то часть, вся остальная Россия была единая. Или, как раньше, ее называли единая и неделимая. Какие договоры здесь могут быть? Какие правительства? Это другая. Южный Урал, например, который сейчас Северный Казахстан нынешний, он же не был в составе Казахстана. Он же был в составе того, что потом стало РСФСР. Так если... Помните, как... А помните, как Южный говорит? Берите, скажут, захватывайте. Сколько захватить? Ну, так все, захватили, сколько хотели. Так же получилось, что Хрущев что сделал? Взял этот самый Крым, передал Украине, а потом из этого целая проблема появилась. Хотя всем известно, что все там полито русской кровью в этом Крыму. И вообще мы с украинцами составляем единый народ, как Владимир Владимирович говорил, а потом говорит, это совершенно самостоятельное... Как оно может быть самостоятельное, когда у нас единый народ? Так у нас после вот всей вот этой операции за пределами России осталось 25 миллионов русских, которые теперь национальные меньшинства. И они отделены от основной массы русского населения. И они очень вяло возвращаются обратно. А? И они очень вяло возвращаются обратно. Да, и даже им еще им даже препятствовали, а теперь вот хоть не так не препятствуют, как раньше. Хоть не препятствуют. Короче говоря, что мы можем сказать, что вот создание забастовочных комитетов, если они не изолированы, а если они связаны друг с другом, если они образуют советы... Создание советов запрещено законом? Нет, пожалуйста, создавать. Но если не создают, но не создают, так и не создают, значит, вы не хотите. Это как и по поводу требований. Я говорю, у вас нет требований повышать зарплату? Ну, они будут вам ее повышать. У вас нет требований сокращать рабочий день? И они будут... Вот на прошлом занятии я рассказывал, если вы поставите себе во время забастовки такую форму работать 6 часов, а не 8 часов, и будет у вас 6 часов. Вы не поставите дело ваше. Так и здесь. То есть, это вопрос, а революция – это вопрос о том, что, так сказать, решит народ, а не о том, что придумают те или иные руководители. Придумать, то, говорится, многие вещи, многими людьми придумываются, а делается то, что исторически необходимо или неизбежно. в этом плане можно сказать, что на самом деле от создания забастовочных комитетов до создания советов один шаг, и мы должны эту связь понимать, что если люди не могут, рабочие там, России, не могут создать забастовочные комитеты и провести успешные забастовки без разрушения производства и добиваясь улучшения своего положения, они не созрели для того, чтобы иметь другой общественно-экономический строй. И наоборот, если, так сказать, рабочий класс России в своё время развил такое мощное забастовочное движение и открыл такую форму политической власти как Советы, вот он и достоин был того, чтобы создать в первом мире советское государство. Советское по форме, а советская форма государства означала организационную форму диктатуры пролетариата, диктатуру рабочего и всякое государство есть диктатура, никак по-другому это не поставишь. Я хочу сказать, что сейчас для уяснения этих политических вопросов мы говорим с вами о том, что вот здесь трудовые конфликты, они вырастают уже в конфликты более широкого плана. Вот сейчас очень интересный такой момент, когда подвигаются кандидаты, в том числе вот и выдвинул себя товарищ Путин, заявил, что он будет бороться за президента. Собчак, который еще нигде не выдвинут и нигде не зарегистрирован, она уже много денег потратила, своих или чужих, но сказала, что я из своих личных 40 миллионов выделю на выбранную компанию. У вас есть личных 40 миллионов? Как знающие люди из органов сказали бы, что вот в гортанке есть нетрудовые доходы, и просто еще не выяснилось, где и как она их получила, эти нетрудовые, то, что нетрудовые, это совершенно ясно. То есть, как бы развернулась выбранная компания. И вот, скажем, левый фронт, в который вернулся удальцов из заключения, значит, он организовал рейтинговые голосования по поводу кандидата в президенты от левых сил. Более того, мне тут мои товарищи сказали, что, Михаил Владимирович, там и вы там есть в этом рейтинге. Я посмотрел, я там на восьмом месте в первом туре попал в десятку. Хотя никого нас не спрашивали, в связи с этим я вот совсем недавно выступил с небольшим роликом буквально позавчера, который называется о кандидате в президенты от левых сил. И гражданам неграмотным в области политики и идеологии объяснил, что выборы президента это выборы высшего должностного лица в системе диктатуры буржуазии. Так? Так. А левые это те люди, которые за диктатуру пролетариата. Те, которые не за диктатуру пролетариата, пусть они не рассказывают, что они левые, они просто левее правых. Но те, кто левее правых, это не левые. Это правые. Но не такие правые, как вот ультраправые. Вот и вся разница. Поэтому сам вопрос о том, может ли быть кандидат на пост президента от левых сил. Не может быть кандидат. Если это действительно левые силы, то как же они могут предлагать кого-то из рабочих или из интеллигентов на пост высшего должностного лица в системе диктатуры буржуазии. Вы готовы осуществлять диктатуру буржуазии? Мы вас выдвинем. Надо же понимать, это не выборы в парламент. Когда идут выборы в парламент, то депутаты могут быть в оппозиции к правительству, в оппозиции к государству. Использование буржуазной демократии позволяет иметь целый ряд депутатов в правительстве, простите, правительстве нет, в парламенте, и они могут критиковать всю политику, осуждать, критиковать всю политику, отстаивать там интересы другого класса и пропагандировать интересы другого класса. Можно сказать с точки зрения конфликтологии, что вот парламент такая форма регулирования противоречия интересов между буржуазией и рабочим классом. Буржуазия командует, осуществляет свою диктатуру, а вы недовольны? Вот давайте беритесь в парламент и там будете разоблачать буржуазию, президента, правительство, там вам дается полная неприкосновенность, вас нельзя привлечь никакой ответственности, говорите, что хотите. Создайте политическую партию, всего-то 500, раньше тут 50 тысяч горячо сделали закон для создания партии, потом подумали, подумали, нет, это плохо. Сейчас 500 человек надо, но не думайте, что так легко создать партию, 500 человек минимум нужен для создания политической партии, но для этого надо, чтобы у вас, после как вы зарегистрируете партию, начальной стадии регистрации, вы должны зарегистрировать еще больше половины организации вашей партии в субъектах федерации, а их там почти 90, 80 с лишним, 40, а это значит, что там должны быть организации. Это очень долгий процесс, длительный. Для того, чтобы его осуществить, нужно, ну так, грубо говоря, так где-нибудь 15 миллионов долларов примерно. Значит, и тогда процесс создания партии проходит такие три стадии. Первая стадия 5 миллионов положить себе в карман тому, кто собрался создавать. раз. Ну, без этого сейчас не делается ничего, как сказать, серьезное. Потом вот эти вторые 5 миллионов долларов, это раздается тем, кто будет в регионах организовывать соответствующую организацию. Оставшиеся 5 миллионов долларов нужно будет разделить между будущими членами партии. Вот я вас привлек к партии, ваша задача одна. Вот вам 5 тысяч рублей, и вам 5 тысяч рублей, и вам тоже 5 тысяч рублей. Когда придут, позвонят вам и спросят, вы в партии такое-то там, зеленое солнце, сказать, да, я в партии зеленое солнце. Больше от вас ничего не требуется, никаких других требований к партии нету. Если вы напишете какую-то программу, это требуется тех, кто организовывает партию. Вот небольшой кусочек нужно написать. я вот писал для партии труда программу, мы за все светлое и хорошее против темного и плохого. И, так сказать, она публикуется в российской газете. Никто целиком вашу программу публиковать не и все, и вы становитесь политической партией, поэтому у нас сколько политических партий сейчас, кто знает, сказать? Вы даже не представляете объемы нашей демократии, должны гордиться. У нас 74 партии было допущено к выборам. Но мы знаем, поскольку мы стоим на точке зрения, еще разработанной французскими буржуазными историками, на точке зрения класса их борьбы, что всего-то три класса в современном обществе. Буржуазия, рабочий класс и мелкой буржуазия. Значит, буржуазия совершенно однозначно сейчас в России имеет три партии вполне буржуазные. Это Единая Россия, Справедливая Россия и ЛДПР. Ну, кого не удалось перетянуть в Единую и Справедливую, и там всякие дурковатые и бандиты, они в ЛДПР собираются. Вот их, так сказать, собирают, кучкуют, и как они между собой могут иногда что-то полемизировать в Думе, как только что-то серьезное голосуется, вы, наверное, замечали полное трогательное единство голосов Единой, Справедливой и ЛДПР. А рабочий класс имеет свою партию в парламенте? Нет, не имеет. АКПРФ, АКПРФ, она ведь, вы, наверное, могли заметить, она, во-первых, за народовласти, это уже говорит о том, что она не партия рабочего класса, а, во-вторых, она не только за трудящихся, а трудящихся имеется двух видов, это рабочие и мелкие буржуа, правильно? Вот если я создал свое дело, производил какие-то продукты своими средствами производства и на рынок выхожу с ними, то я мелкий буржуа. так вот, КПРФ, она и за рабочих, и за крестьян, и за мелкий бизнес. А если она за мелкий бизнес, и вот вы стали уже не мелким, а средним, я же вас не брошу, вы, кстати, тоже меня не бросите, я же вам помог, кстати, из мелкого крупного. Поэтому по списку, по списку КПРФ проходят иногда очень крупные капиталисты, иногда работники даже разных спецслужб и так далее. Поэтому КПРФ, если судить не по названию, а по характеру деятельности, она партия мелкобуржуазная. Вот я год назад встречался с одним товарищем, доктором наук, членом КПРФ из Владивостока. Он говорит, Михаил Васильевич, почему вот вы говорите, что мы мелкобуржуазные? Ну, как говорю, это же хорошее название, мелкобуржуазное. Большевики же, они же всегда с мелкобуржуазией сотрудничают, вот крестьяне, это же мелкобуржуаз. Так если бы не крестьяне, мы бы не выиграли в гражданскую войну. Причем вы обижаетесь, что партия у вас мелкобуржуазная, это же хорошо. А почему, говорит, вы считаете, что мы так вот против диктатуры ультриата? Ну, потому что, говорю, вот у вас там вообще было одно народовластие, а потом вдруг на Октябрьском пленуме год назад вдруг заявили, мы должны вспомнить, что говорил Ленин, что диктатура ультриата должна быть в переходный период. Я говорю, вы вспомнили про переходный период, но не вспомнили, что Ленин говорил, что она до полного коммуникации должна быть. То есть вы вместе с нами на переходный период, а дальше нет, а дальше вы же противники. Ну, вот мелкобуржуазная партия. Есть партия рабочего класса в Доме? Нету. А партия рабочего класса есть в наличии? В наличии нет, а в становлении есть. А в становлении есть, что-то идет в становлении. Есть рабочая партия России. Но она не сформирована еще как авангард класса. Ты что, это такой, какой авангард? Авангард – это такая группа людей, за которой класс идёт. Покажите мне такую группу людей, такую партию, за которую бы шёл рабочий класс. Есть такая? Нету. Ну, за КПРФ тем более идёт. Мы это знаем. Собирается Российский комитет рабочих обсуждать проблемы рабочих. Там был один член КПРФ, теперь ни одного. Так что мы это хорошо очень наблюдаем в Нижнем Новгороде каждые полгода. А остальные партии мелкобуржуазные. А остальные, сколько мы насчитали, значит, вот три буржуазные, а остальные 71 – мелкобуржуазные партии. И они, на самом деле, существуют в бумажном варианте. В основном в бумажном варианте. Но поскольку ничего от политической партии не требуется, вот если вам позвонят и спросят, вы вот в партии «Зелёное солнце» состоите, скажут, да, я состою, и всё. Вот такая получается политическая картина. То есть, прошло до 100 лет, но по уровню, так сказать, политической сознательности, надо сказать, что нынешний рабочий класс уступает рабочему классу 2017 года значительно. Точно так же и в отношении представительства рабочего класса. Ну вот поэтому, значит, я, например, оценил попытки со стороны так называемых «левых» выдвигать своего кандидата по крайней мере глупыми. Потому что если вы понимаете, что это не в Думу, не в парламент выборы, а выборы высшего должностного лица в системе диктатуры буржуазии, как вы можете предлагать туда своего человека? Вы куда его предлагаете? Если он станет, представим себе, если вы выдвигаете кандидата, наверное, для того, чтобы он прошёл, если он пройдёт, то он должен будет, что, волю вашей партии выполнять или волю буржуазии? Если он будет выполнять волю вашей партии, а не волю буржуазии, с ним будет тоже что-то легенды было. А если он будет волю буржуазии выполнять, то он будет предателем. То есть с ним будет то, что было с теми, кто голосовал за военные кредиты в 2014 году. И была такая история, когда французский социалист Мильеран вошёл во французское правительство. Ну, тоже из таких же лучших чувств, дескать, вот я вот такой человек порядочный, коммунист, и попадаю в правительство. И прошёл. Значит, и что получилось? А получилось, что если он… Правительство – это же не парламент, там нечего дискутировать. Там есть задачи, которые надо решать, которые определяются интересами господствующего класса. И если он будет делать то, что нужно буржуазии, он предатель. А если он будет делать то, что нужно коммунистической партии и рабочему классу, то выкинут из правительства. Поэтому вот это явление, залезать туда, куда не надо, называется миллиаронизм. Ну и вот своего рода ренессанс миллиаронизма мы имеем сегодня, когда некоторые деятели, которые себя в России считают левыми, социалистическими, коммунистическими, побежали выдвигать своего кандидата на президентских выборах. Можете посмотреть это, если наберете Попов МВ и Ютьюб, там вы сразу можете это посмотреть. Уже где-то вот за два дня посмотрел где-то 12 с половиной тысяч человек. Ну, с пониманием, надо сказать, этого дела. А я обращаю внимание на то, что люди вот торопятся бежать, не подумав, куда бегут, с чем бегут. И вообще глубины вот в понимании таких политических вопросов нету. Посему вот от вас требуется, вы же конфликтологи, самый крупный конфликт, какие есть в мире. Самые крупные конфликты. Крупнее их нет. Это какие? Чего так смотрите на меня, так задумались? Чего задумываться? Крупные, раз-два я обчелся. Сказать? Самые крупные – это войны и революции. Крупнее не бывает. Войны, в которых миллионы приходят в движение. Скажем, во Второй мировой войне с нашей стороны погибло 27 миллионов, а со стороны Германии в основном погибли только военные, 9 миллионов. Ну, у нас примерно 9 миллионов военных, а остальные – гражданские лица. Но гитлеровцы здесь политику геноцида проводили, но наши территории, а мы на территории Германии не проводили политику геноцида. Поэтому у нас вот так цифра разнится. Но это огромные цифры. Первая мировая тоже миллионная, но там гораздо меньше. А революции? Вот тут по-разному. Вот, например, в буржуазной революции у нас целое кладбище на Марсовом поле. Те, кто погиб, в буржуазную революцию. Как буржуазия в своей революции, так это либо головы летят в Великую Французскую революцию, либо вот в Русскую буржуазную революцию. Народу столько постреляли. А теперь скажите просто, а где похоронены жертвы Великой Октябрьской социалистической революции? Где? А я вам скажу. Я знаю. Вот есть лесотехническая академия и парк. А в нем есть три могилы. Там три человека и похоронены. Нету никакого кладбища и жертв Великой Октябрьской социалистической революции. И не могло быть. Потому что вот что значит блестящая организованная революция, потому что Петроградский гарнизон. Вы будете воевать с Петроградским гарнизоном? Сколько у вас там человек? Женский батальон и юнкера будут воевать с Петроградским гарнизоном. Ну, это смешно. Ну, смешно. Какой значит штурм зимний? Ну, это просто надо было зайти в определенный час. Кстати, пойти. И кто это остановить не может. Но, кстати, кто-то, видимо, стрельнул из этих самых или юнкеров, или сумасшедших этих женщин из женского батальона. Потому что три могилы есть, там лежат. В парке Лесотехнической академии. Еще пришло 500 человек готовых с Северного фронта. И Аврора стояла. Самый современный корабль, крейсер. И Аврора, так сказать, матросы туда. Заходили с другой стороны. Со всех там, не с главного входа, заходили с боковых, с набережной. И знали, куда идти. И потом, кстати, что сделали с арестованными членами Временного правительства? Вам известно? Что с ними сделали? Всех отпустили. Всех отпустили. А генерала Краснова, который пытался идти на Петроград, привели к Ленину, и он сказал, что отпустите. Я даю честное слово офицеру, что не буду против советской власти выступать. И что с ним сделали? Отпустили. Он поехал на Дон и создавать Белую гвардию и начал гражданскую войну против советской власти. Гражданская война нужна была тем, кто победил в революции? Нет. Зачем? Власть уже есть. Зачем? Как может быть гражданская война у тех, кто уже победил? Гражданскую войну могли начать только те, которые хотят вернуть назад. Поэтому, конечно, белогвардейцы начали, и, так сказать, они это развязали кровавую драму. Ну вот, каким мы выводом приходим, если мы на эти конфликты, которые у нас бывают мелкие такие, частные на предприятиях, смотрим из узких позиций, из более широких политических позиций, чтобы мы такую картину, как магистры, магистры – это же прямо уже в магистрат надо идти и управлять этим все. У нас магистратура – это сильно. Тем более, что бакалавров-то обкусили ниже плинтуса, бакалавр не может поступать в аспирантуру, не может преподавать в ВУЗе, и если он будет на государственной службе, то он в своем подчинении не может иметь больше одного человека. Ну а перед магистрами открыты все пути, поэтому вас так мало. Потому что у нас такая демократия, что чем ближе к власти, тем меньше поток тех, которые могут до нее добраться. И вот тут сидят счастливчики, а поскольку они счастливчики, то вот эти бакалавры и мне экзамен будут сдавать, простите, зачет, а вы будете сдавать экзамен, потому что кто много дано, с того много и спросится. На этом разрешите мне закончить и пожелать вам успешно сдать мне же экзамен. Спасибо. Я буду относиться к вам доброжелательно. Тем более, что я увидел, у нас были замечательные доклады и продемонстрировано было, что народ, который находится у нас в магистратуре, относится серьезно к изучению материала, добросовестно и, я так понимаю, экзамен для нас будет такое приятное занятие. Вы что-то там для себя уточните, а я помогу вам что-то отшлифовать. Спасибо за внимание. И мы с вами встречаемся вот в этой аудитории 19 января при любой погоде. Да, это вот я вам подарил. Всего вам самого доброго. Говорят, если не будет сильного землетрясения, потому что на днях было землетрясение в Финляндии, но для нас еще не дошло. Как это не смешно, но в Финляндии землетрясение. Три или четыре балла. Рис его дошло, в Продолжение следует...